Мирю бить! Солдату День! Около сотни нацгвардейцев сбежали из воинской части. Под обл администрацией они требовали отпустить их на дембель. Мол, срок службы истек еще весной, но они до сих пор вынуждены отдавать долг родине. И все за 154 гривны в месяц. Нам надоело служить непонятно за что, непонятно для кого. Нас держат, непонятно на каких основаниях, и могут держать еще в связи с последним приятием президента. Да неизвестно каких строков. Год, два, пять. Нет конкретной даты. С собой солдаты взяли личные вещи, надеялись, что прямо с пикета их отправят по домам. Однако из обл администрации к солдатам никто не вышел. И уже через полчаса после начала акции протеста за армейцами прибыл спецавтомобиль. Тех, кто вернется в воинскую часть, командиры обещали не наказывать. Я считаю, что, возможно, были определенные недоработки со стороны руководящего состава этих воинских частей, когда военнослужащим нужно было просто объяснять социально-политическую ситуацию в государстве. Она непростая. В воинскую часть вернулись все срочники, говорят, в обл военкомате. А вот командирам, скорее всего, наказания избежать не удастся. Мол, именно они должны были разъяснить солдатам, по какой причине и на какой срок может затянуться их служба. Да и, в конце концов, отпустить заслуженный 10-дневный отпуск. На данный момент, вот те, которые вчера выходили на площадь к администрации президента, которые были в Харькове у нас, что они находятся еще в более-менее таких условиях. По крайней мере, не взрываются бомбы, не стреляют снайперы, не стреляют грады в этих регионах. Их жизнь, по крайней мере, не подвержена опасности. Сегодня в обл военкомат приходили родственники солдат. Колгушкин уверяет, после разговора с военным комиссаром конфликт был исчерпан. Татьяна Датсяк, Игорь Тамбиев, Агентство телевидения новости.